Когда мне первый раз заклинило шею, лет в 12, вот так вот встать с подушки, дикая резкая боль, с чего я начал, ну, как-то решать этот вопрос. Попытался из подушки свернуть подобие вот такого валика. В зависимости от вашей формы шеи, размер, конечно, валика должен отличаться, в принципе, перьевая пуховая подушка, если ее взбить и как-то смять под валик и поддержку, она, конечно, подойдет. В общем, начал я вытягивать лежа, находясь на валике. Вот здесь вот под ушами есть костные бугры, за них нормально, так удобно достаточно держать. Да, кстати, предупреждаю, не делайте это на пружинах. Как у меня вот здесь твердое основание у стола и сверху только мягкий настил, точно также должно быть и у вас. В подготовленном месте через валик вы уже начали растягиваться, вытягиваем шею вдоль. Чисто руками старайтесь укрепить лопатки и не поднимать плечи, а укрепляя лопатки работать через локоть. Начинаете вот так себя вытягивать. Вообще, если кто-то будет помогать, потихонечку так же тянуть сзади, то будет гораздо легче. Ну, она же сам оправки. Так вот, начинаем вытягивать. Голову поднимать и чуть-чуть вот так вытягивать. Полезно, если можете. Не можете, тяните просто вдоль. Хватает воли и терпения, то можно немножко выкручивать. Вот так. В принципе, вот такие потрясывания позволили мне хоть сколько-нибудь восстановить подвижность и по половине объема движения я смог. Но делай это так по нескольку раз в день, несколько дней. То есть, я больше руками раскачиваю, чем шею. Шея, по идее, должен вообще как бы выключить, делать все руками. В принципе, ну сейчас-то у меня ничего не болит. Ощущения достаточно приятные. Дальше, если вы в одну сторону уже можете нормально поворачивать, а в другую, ну, заметное ограничение, то вы можете начать ту сторону, на которую больше зажато, ее чуть-чуть растянуть и уже тянуть более односторонне и уже с большей амплитудой, в общем, поворота. То есть, вот я поверну и теперь я тяну. Движения хаотичные. Почему? Очень много подвижных позвонков, очень много мышц. Вы должны настроить свои руки с движениями, напряжением, расслаблением мышц шеи. В принципе, вот как я вот так вот делаю, мелко и много, так получается быстрее всего. Теперь чуть более интересное. Но только если вы освоили первые два. Вы уже поворачиваете голову в сторону, значит, лежательно все еще это делать на валике. То есть, не наклоняете, а поворачиваете руку под затылок, фиксируете там, ну, вот так фиксируете. Здесь, ну, как получится, в зависимости от угла поворота. Я уже повернутую, слегка повернутую, тут градусов 30 я поверну. Ее тоже пытаетесь вытянуть, но не наклоняете повернутую шею. Вот. Обязательно асимметрия. То есть, со второй стороны тоже. Вот так вот. Если все это вы освоили и чувствуете, что вам легче, потому что, в принципе, хотя бы чуть-чуть, но разблокировать уже позволяет. Там убираем валик и на все то же самое подготовленной поверхности начинаем. По сути, все сначала. Убирая валик, я заставляю мышцы шеи работать больше. Это может вызвать больше боли, но дает больше свободы. Поэтому, если вам уровень боли позволяет, то валик убирайте. Если не позволяет, оставайтесь на нем. Начинаем все сначала прямо, с легкими потрясываниями, с наклонами и уже только потом с поворотами. Вот на разработку и пробы всех этих действий я, в общем, на три дня и потратил. Чувствительность за это время у меня подросла и я рискнул сделать достаточно сильный поворот и вот так довернуть голову. Ну, соответственно, в другую сторону тоже. Но рукой под подбородком я не докручиваю, а толкаю все-таки вверх. То есть, сильный поворот. Про боли. То есть, это все, что я показываю, я показываю, конечно, делать аккуратно, но болеть и, разумеется, может. Вы можете и боль тоже усугубить. Просто от неосторожного движения. Ну, не бойтесь, ничего страшного. Если совсем ничего не помогает, вы просто берете себе не один, а три валика, как в упражнении три валика. И либо сами лежите, либо вас растягивают. Ну, там есть вытяжение три валика, тоже видео. То есть, уже ничего не трогайте, просто тянетесь. Вот, есть воротник, берете воротник. Это я показываю все-таки для тех, кто берет на себя ответственность все это делать. Когда вы научитесь, хваты можно менять. То есть, в принципе, нет особой разницы. Вот так, так, вот так. Если поправить получилось, если вам действительно стало легче, вы потихонечку начинаете чувствовать, что там происходит, разогрев такой идет, пульсация, может быть, жжение, вам, в принципе, хорошо. Но это не значит, что вас дальше не заклинит. Все-таки я всем говорю, что ищите настоящую причину, то есть тот позвонок, который вы не можете поправить. И вправляйте его руками специалиста. Ну, или развивайтесь сами, чтобы ставить себе весь позвоночник. Про хруст. В принципе, когда правится шея, идет суставной хруст, он почти всегда идет. Но это не значит, что он будет здесь у вас. То есть, вы можете себе что-то поправить абсолютно беззвучно. Связано это с тем, что очень сильно придавлены суставы мышечным спазмом. Они, может, уже и вышли в хорошее положение, но очень медленно, плавно и поэтому беззвучно.